Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в моем хозяйстве в Ржевском районе Тверской области, в одной из моих пленочных теплиц, где по правую руку от вас высажены томаты сорта черная гроздь. Это голландская селекция, очень интересный гибрид, действительно очень урожайный. Хоть сам плод небольшой, но его много. Черный селекционеры добились того, что этот плод содержит в себе большое количество витаминов и минералов, но минералы, конечно, в первую очередь зависят от состава почвы, а почва у нас весьма плодородная, к тому же она мульчированная толстым слоем соломы, который несколько раз за лето подкладывался, перепревал опять подкладывался, проливалась Байкалом-Востоком различными комплексами бактерий, которые ускоряли процесс переработки органики, хотя сам поднятый слой только почвы 30 см, и еще у нас около метра плодородного слоя, поскольку его сюда при строительстве теплиц завозили, ну, скажем, сапропелька с озера, самая плодородная почва, какая только может быть. Ну и вот, сколько глаз хватает, столько мы видим сейчас урожай высотой, ну, иногда до метров 80 и больше, я смотрю. Вот даже еще образуются новые плоды, уже обрезали, потому что все-таки практически, можно сказать, сентябрь, самый конец августа, и, естественно, куда уж дальше плоды вырасти не успеют, этим надо еще укрепиться. Ну и есть методы, при которых, например, можно, вот часть еще зеленая, чтобы равномерно они почернели, в данном случае они должны чернеть, обычные краснеют, желтеют разные сорта, а этот черный, то будет готовность полная, потому что видно вот здесь зеленые внизу, сверху черные, а должны быть все черненькие, тогда они созревшие. Ну, это очень интересный сорт, полезный, который, собственно, в следующем году будем выращивать уже в больших количествах, то есть это первый год был мой опыт с этим именно сортом. Есть другие черные сорта, которых меньше по количеству, больше по размерам, например, Виагра, другие. Ну, я вообще сажал много десятков сортов томатов, ну и вот есть сейчас мои любимые, один из них вот этот. Всего хорошего, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова